Жительница Симферополя Раиса этой ночью чуть не потеряла внука. Поздно вечером ее буквально подкинула в собственной квартире от жуткого грохота. На втором этаже здания, в котором она живет, обвалился балкон. По словам женщины, всего за час перед обрушением прямо на месте завала играл ее восьмилетний внук. Теперь Раиса с ужасом думает, что бы могло случиться, если бы мальчик вовремя не зашел в дом. Сын приходил с внуком, спускался в подвал, бегали под этим балконом. Но, слава богу, не произошло то, что могло произойти каждую минуту. Такой был завал, весь двор выскочил, мы все думали, что сложился дом, но это обвалился балкон. Происшествие случилось прямо в центре крымской столицы. По словам женщины, этот дом на улице Гоголя был построен еще в позапрошлом веке. Невооруженным глазом видно, что здание находится в аварийном состоянии. Стены усеяли метровые трещины, проседает пол. Раиса сетует, что неоднократно обращалась к коммунальной службе города с просьбой принять какие-либо меры по ремонту здания. Результата не последовало. Этот балкон, уже было решение снести его 23 года назад. И до сих пор он сносится, и до сих пор не дают нам заключение, что аварийное помещение. Коммунальщики на место происшествия все же приехали, чтобы разобрать обвалившиеся бетонные плиты. Представитель местного ЖЭКа, не пожелавшая общаться на камеру, призналась, что убрать завал – это все, что они могут. Производить ремонт зданий не в их компетенции. За разъяснениями мы обратились к главному архитектору Симферополя, который пояснил, что в ЖЭКе очевидно лукавят. При этом он успокоил жителей аварийного дома, отметив, что власти крымской столицы уже разрабатывают программу по ремонту подобных строений на целый год вперед. ЖЭК и МОПы – это тоже администрация, чтобы никто ничего не путал. Когда кто-то из сотрудников или, скажем, людей, которые причастны к работе жилищно-коммунального хозяйства города, говорят, что это не они, а администрация, они категорически неправы. Данная ситуация должна быть изучена и рассмотрена на межведовственной комиссии города. И там должны быть приняты меры, соответствующие рекомендации, что делать дальше. Таким образом, пока симферопольские власти не уделят внимания аварийному жилью в городе и не проведут капитальные ремонты обветшалых строений, все, что остается жителям дома по улице Гоголя, надеются, что в один момент злосчастное здание не обрушится на их головы. Дарья Сплюхина, Алим Велиев, Аргументы недели Крым.